Девчонки, хочу рассказать вам одну историю. Ой, вы не представляете. Значит, еду на своей машине с ветерком, знаешь, с открытым окном. Ну, притормозила на светофоре. Ну, так сижу себе, конечно, в зеркало смотрю, глазки решила подкрасить. Вдруг рядом жик. Думаю, что такое? Смотрю, мужик какой-то остановился, знаешь, так. Открыл боковое стекло, смотрит на меня. Я говорю, мужчина, вообще осторожнее ездить надо. Вы чуть не сбили мое боковое зеркало. Сразу видно, купили права. Чего молчить-то? Он говорит, слова подбираю. Цензурные. Вот, подобрал фразу великого академика Павлова. Мозги не видны, но их отсутствие заметно. Я говорю, слушайте, у меня от ваших шуточек уже глаза режут, прощайте. И уехала на зеленый. На втором светофоре мы опять рядом. И он так поворачивается и говорит, девушка, давайте с вами не будем ссориться. Тем более, что пока вы мне грубили, я, кажется, успела вас влюбиться. И готов скоропостижно предложить вам руку и сердце. Я говорю, руку и сердце, зачем мне этот ваш суповой набор? И уехала на зеленый. На третьем светофоре мы опять рядом. И он таким вкратчивым голосом, знаешь, говорит, скажите честно, вы меня ждали? Я говорю, еще чего? Как говорила Белоснежка, держите меня семеро. Он говорит, напрасно. Потому что я не женат и абсолютно свободен. Я говорю, абсолютно свободен бывает только тот, кто нафиг никому не нужен. Он на меня так внимательно посмотрел и говорит, но мне кажется, что вы тоже свободны. Я ему говорю, да, свободна. Потому что принца еще не нашла, а за кого попало, мне выходить еще рано. Я на него так внимательно, знаешь, посмотрела и говорю, скажите, а вы действительно свободны? Или женаты, но не очень? Он говорит, послушайте, вас не поймешь. Вы же только что категорически мне отказали. Я говорю, да. Я вам отказала категорически, но не наотрез. Он говорит, и правильно сделали. Потому что я сейчас в самом лучшем возрасте. Дурь прошла, а маразм еще не наступил. Я рассмеялась, говорю, зеленый. Как говорила Анна Каренина, до скорого. И поехала. А сама смотрю в зеркало, смотрю, а он едет за мной. Я направо, он направо, я налево, он налево. Я заехала во двор, он за мной. Вышел из машины, говорит, девушка, девушка, ну куда вы уходите? Я из-за вас куда-то не туда сверну, в какой-то двор. О, говорит, смотрите, здесь ресторанчик. Может быть, зайдем, выпьем по чашечке кофе. Мы с вами столько знакомы, столько пережили светофоров. Я бы заодно за вами приударил. Я говорю, ну что ж, приударьте. Зашли, сели. Он говорит, как вас зовут? Я говорю, генеретта. Он говорит, красивое имя. Я говорю, вы еще не слышали номер моего телефона? Между прочим, говорю, из-за того, что я каждое утро в одном купальнике выхожу на свой балкон делать зарядку, а в доме напротив подорожали квартиры. Он говорит, прекрасно, что будем пить? Я говорю, тоже, что и вы. Он говорит, бармен, два бокала шампанского. Я говорю, мне тоже два. Он мною прямо залюбовался. Он говорит, ой, вы такая интересная, к тому же задорная. Кстати, мне кажется, что вы умная. Я тоже умен не по годам. Я еще в детстве, когда фильм про Маугли смотрел, все время удивлялся, где этот Маугли в джунглях нашел трусы. Я говорю, ой, да вы сегодня в ударе. Обо что-то ударились? Он говорит, понимаете, над женщиной надо виться шмелем. И с каждым кругом все шмелее и шмелее. Я говорю, кстати, а какой камень вас оберегает? Я говорю, какой схватил, и тот и оберегает. Я говорю, а вот вы знаете, почему Бог сначала создал мужчину, а потом женщину? Он говорит, нет, не знаю. Я говорю, потому что в начале делается набросок, а уже потом шедевр. Он говорит, согласен с вами. Женщина должна быть как мед. С одной стороны мягкая и сладкая, с другой влип, так влип. Я говорю, послушайте, мне кажется, что вы часто влюбляетесь и не знаете, что такое настоящая любовь. Вот раньше, говорю, у мужчин был дириз, пришел, увидел, победил. Сейчас он звучит так. Попытался, испугался, убежал. Он говорит, сочувствую вам. Вы, наверное, в разводе. Я говорю, да, в разводе. Мой бывший муж был груб со мной. Я как-то, помню, говорю ему, дорогой, поругай меня. Я сегодня после шести поела. Он говорит, сгори со стыда, чудовище жирное. При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала все остальное. А он спрашивает, а почему вы развелись-то? Я говорю, а, банальная история. Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. Зашла на кухню, точно, весь компот выпили. Пошла к подруге поплакаться за жизнь. Ржали с ней до утра. Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало, думаю, нет, потерял. Потому что женщина не спирт, разведенная слабее не становится. Эх, говорю, с мужиками, как с котами. Мечтаешь о британце или сфинксе, а идешь по улице, и оп! Сердце забилось, и вот уже тащишь домой точенького блохастика. Он его смеялся, говорит, а вы готовить-то умеете? Я говорю, конечно. Я очень вкусно режу колбасу. Я говорю, что вы смеетесь? Я же красавица. Недавно посмотрела на себя в зеркало и спрашиваю, зеркальце, скажи, кто на свете всех милее, всех румянее и белее? Представляете, эта сволочь три дня перечисляла. Ой, мне бывает так обидно, что вокруг меня столько мужчин, а мелодию, о боже, какой мужчина, поставить не для кого. Он говорит, как это не для кого? А я что, на орла не похож? Иногда бывает так поэтично, клювом щелкаю. Вот, говорит, выдаю вам экспромт. Год не просыпаясь, дрыхнет богатырь. Мне б такой могучий мочевой пузырь. Я заволновала, говорю, вы что, дружите с алкоголем? Он говорит, нет, дружить не дружу, но связь поддерживаю. Вот, купить не люблю. Но ведь люди старались, сделали. Он говорит, вы знаете, а ведь недавно хотели учредить праздник, День трезвости. Но народ взбунтовался, а как отмечать будем? Вот он посмотрел на меня, говорит, ну что же вы не пьете? Ну выпьете, выпьете, перестанете стесняться. Я говорю, да если я сейчас выпью, стесняться будете вы. Потом посмотрел на него внимательно, говорю, а у кого вы одеваетесь? Он говорит, да у кого проснусь, у того и одеваюсь. Шутка. Я говорю, шутка. А вот если серьезно, как вы себе представляете счастье? Он вдруг задумался. А потом говорит, вы знаете, счастье – это талант. Ценить то, что у тебя есть и не страдать из-за того, чего у тебя нет. Ой, ответ мне так понравился. Я сразу перешла на ты. Говорю, скажи, ты в меня сразу влюбился? С первого взгляда? Он говорит, нет, со второго. С первого ты меня немножко напугала. Но зато с первого светофора. Ой, я разоткровенничалась. Говорю, ты знаешь, мне так замуж хочется, а то так краситься надоело. Недавно, говорю, пришла в поликлинику ненакрашенную, бюллетень получить. Так меня чуть на скорой в больницу не увезли. А сегодня, говорю, ночью в одиночестве никак не могла уснуть. Начала считать во сне баранов. Один, два, три, четыре, пять. Потом познакомилась с пастухом. И тут такое началось. Говорю, слушай, а если мы с тобой будем жить вместе, как ты себе представляешь нашу жизнь через 10 лет? Он говорит, о, через 10 лет я буду еще в самом соку, а ты будешь моя любимая соковыжималка. Вышли с ним из ресторана, и тут у него глаза на лоб полезли. Он говорит, о, смотри, в этом доме ЗАГС находится. Вон табличка висит. Представляешь, куда ты нечаянно заехала? ЗАГС прямо в этом доме. Может, пойдем заявление подадим, а? Ну ты подумай, говорит, как все совпало. А я смотрю на него и думаю, ага, совпало. Будто я не знала, куда ехала. Я же всегда мечтала, чтобы, ах, какой мужчина, и ой, какая женщина, встретились в шумном зале ресторана средь веселья и обмана, потому что любовь, может, и уходит по-английски, а вот надежда любит засиживаться допоздна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ